Дети в сталинских лагерях. В советское время о детях ГУЛАГа по понятным причинам говорить и писать было не принято. Школьные учебники и иные книги повествовали все больше о дедушке Ленине на детских праздниках, о трогательной заботе, с которой отечественные чекисты и лично Феликс Эдмундович привечали беспризорников, о деятельности Макаренко. Лозунг «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливее детство», заменили иным, все лучшее, детям, но ситуация не изменилась. Опыт сталинской борьбы с беспризорниками – репрессивные методы. Однако знать о том, что происходило в 1930-е ГГ, с детьми, оказавшимися на улице или лишившимися родителей, чаще всего по вине государства, конечно же, необходимо. Необходимо говорить о детских судьбах, исковерканных сталинским режимом, и на школьных уроках. В 1930-е ГГ, беспризорных детей было около 7 миллионов. Тогда проблема беспризорности была решена просто – помог ГУЛАГ. Эти пять букв стали зловещим символом жизни на грани смерти, символом беззакония, каторжного труда и человеческого бесправия. Жителями страшного архипелага оказались дети. Сколько их было в различных пенитенциарных и воспитательных учреждениях в 1920-е и 1930-е ГГ, точно неизвестно. Сохранились, правда, статистические данные о некоторых смежных возрастных категориях заключенных. Например, посчитано, что в 1927 году 48% всех обитателей тюрем и лагерей составляли молодые люди, от 16 до 24 лет один. В эту группу, как видим, включены несовершеннолетние. В Конвенции о правах ребенка, в преамбуле, говорится, ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста. Конвенцию приняли позже. А в сталинском СССР в ходу были иные юридические формулировки. Дети, оказавшиеся под присмотром государства или отправленные этим государством искупать свои вины, по большей части вымышленные, делились на категории. 1. Лагерные дети, дети, рожденные в заключении. 2. Кулацкие дети, крестьянские дети, которым во время насильственной коллективизации деревни удалось ускользнуть от высылки, но которые были позже пойманы, осуждены и направлены в лагеря. 3. Дети врагов народа, те, чьи родители были арестованы по 58-й статье. В 1936-1938 годах дети старше 12 лет осуждались особым совещанием по формулировке член семьи изменника родины и направлялись в лагеря, как правило, со сроками от 3 до 8 лет. В 1947-1949 годах детей врагов народа наказывали строже, 10-25 лет. 4. Испанские дети, они чаще всего оказывались в детских домах, в ходе чистки. 5. В 1947-1949 годы эти дети, уже подросшие, были посланы в лагеря со сроками 10-15 лет, за антисоветскую агитацию. К этому списку, составленному Жаком России, можно добавить детей блокадного Ленинграда, детей спецпереселенцев, детей, живших рядом с лагерями и ежедневно наблюдавших лагерную жизнь. Все они так или иначе оказались причастными к ГУЛАГу. Первые лагеря на контролировавшейся большевиками территории появились летом 1918 год. Декреты СНК от 14 января 1918 года и от 6 марта 1920 года отменили суды и тюремное заключение для несовершеннолетних. Однако уже в 1926 году статья 12 УК разрешила судить детей с 12-летнего возраста за кражу, насилие, увечья и убийство. Указ от 10 декабря 1940 года предусматривал расстрел детей начиная с 12 лет за повреждение железнодорожных или иных путей. Как правило, предусматривалось отбывание наказания несовершеннолетними в детских колониях, но зачастую дети оказывались и во взрослых. Подтверждением этому являются два приказа по Норильскому строительству и ТЛНКВД от 21 июля 1936 года и 4 февраля 1940 года. Это первый приказ, об условиях использования заключенной малолеток на общих работах, а второй, об изоляции заключенной малолеток от взрослых. Таким образом, совместное проживание продолжалось 4 года. Происходило ли такое только в Норильске? Нет. Подтверждение тому, многочисленные воспоминания. Были и колонии, где мальчиков и девочек содержали вместе. Эти мальчики и девочки не только воруют, но и убивают, обычно коллективно. Детские исправительно-трудовые колонии, в которых содержатся несовершеннолетние воры, проститутки и убийцы обоих полов, превращаются в ад. Туда попадают и дети младше 12 лет, поскольку часто бывает, что пойманный 8-ми или 10-летний воришка скрывает фамилию и адрес родителей. Милиция же не настаивает и в протокол записывают, возраст около 12 лет, что позволяет суду законно осудить ребенка и направить в лагеря. Местная власть рада, что на вверенном ей участке будет одним потенциальным уголовником меньше. Автор встречал в лагерях множество детей в возрасте, на вид, 7-9 лет. Некоторые еще не умели правильно произносить отдельные согласные 2. Из курса истории мы знаем, что в годы военного коммунизма иное по числу беспризорных детей в Советской России увеличилось до 7 миллионов человек. Необходимо было принимать самые решительные меры. А точка и точка Солженицын заметил, как тоже расчистили, и не воспитанием, а кого и свинцом. Тучи беспризорной молодежи, какая в 20-е годы осаждала городские асфальтовые котлы, а с 1930 года вся исчезла вдруг 3. Нетрудно догадаться куда. Многие помнят документальные кадры о строительстве Беломорканала. Максим Горький, восхищавшийся стройкой, сказал, что это прекрасный способ перевоспитания заключенных и детей, укравших с колхозного поля морковку или несколько колосков, пытались перевоспитывать таким же способом, не по сильным трудам и не человеческими условиями существования. В 1940 году ГУЛАГ объединял 53 лагеря с тысячами лагерных отделений и пунктов, 425 колоний, 50 колоний для несовершеннолетних, 90 домов младенца 4. Но это официальные данные. Истинные цифры нам неизвестны. О ГУЛАГе тогда не писали и не говорили, да и сейчас часть информации считается закрытой. Помешало ли перевоспитанию юных жителей стран и советов война? Увы, не только не помешало, но даже способствовало. Закон есть закон. И 7 июля 1941 года, через 4 дня после пресловутой речи Сталина, в дни, когда немецкие танки рвались к Ленинграду, Смоленску и Киеву, состоялся еще один указ Президиума Верховного Совета, судить детей с применением всех мер наказания, даже и в тех случаях, когда они совершат преступления неумышленно, а по неосторожности 5. Итак, во время Великой Отечественной войны ГУЛАГ пополнился новыми малолетками. Как писал Солженицын, указ о военизации железных дорог погнал через трибуналы толпы баб и подростков, которые больше всего-то и работали в военные годы на железных дорогах, а не пройдя казарменного перед тем обучения, больше всего опаздывали и нарушали 6. Сегодня ни для кого не секрет, кто организовал массовые репрессии. Исполнителей было много, время от времени их меняли, вчерашние палачи становились жертвами, жертвы – палачами. Бессменным оставался лишь главный распорядитель – Сталин. Тем нелепее звучит знаменитый лозунг, который украшал стены школ, пионерских комнат и т.д. Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство. В 1950 году, когда в Норильске, который был буквально опутан колючей проволокой, открылась новая школа, номер 4. Ее построили, разумеется, заключенные. При входе красовалась надпись «Заботы сталинской согреты, страны советов детвора, примите в дар и в знак приветов и школы новую, друзья». Однако восторженные дети, вошедшие в школу, действительно восприняли ее как подарок от товарища Сталина. Правда, по дороге в школу они видели, как охранники с автоматами и с собаками водили на работу и с работы людей, и колонна своей длинной серой массой заполняла всю улицу от начала и до конца семьи. Это было обычное, никого не удивлявшее зрелище, наверное, и к такому тоже можно привыкнуть. И это тоже было частью политики государства, пусть, дескать, смотрит. И смотрели, и боялись, и молчали. Была и другая школа, но без новых парт, шикарных люстр и зимнего сада. Это была школа, устроенная прямо в бараке, где полуголодные малолетки 13-16 лет учились, только читать и писать. И это в лучшем случае Ефросиния Антоновна Кирсновская, сидевшая в разных тюрьмах и лагерях, вспоминала детей, встретившихся на ее гулаговском пути. Мало ли что я невиновна, но дети. У нас в Европе они были бы детьми, но здесь. Могли ли Валя Захарова 8 лет и Володя Турыгин, чуть постарше, работать кольцевиками в Суиге, то есть носить почту, проходя туда и обратно 50 километров в день, зимой, в Пургу. Дети в 11-12 лет работали на лесоповале. А Миша Скворцов, женившийся в 14 лет, впрочем, эти-то не умерли. Ее путь в Норильск был долгим. В 1941 году Ефросиния Кирсновская оказалась на пароходе Ворошилов среди азербайджанских преступников. Тут женщины и дети. Три совершенно древних старухи, 8 женщин в расцвете силы около 30 детей. Если эти лежащие редками обтянутые желтой кожей скелеты можно считать детьми. За время пути уже умерло 8 детей. Женщины причитали. Я говорил начальник, дети умирать, смеялся. Зачем смеялся? На нижних полках редками лежали маленькие старички с валившимися глазами, за остренными носиками и запекшимися губами. Я смотрела на ряды умирающих детей, на лужу коричневой жижи, плечущейся на полу. Дезентерия. Дети умрут, не дыхав до низови фобии, остальные умрут там. Там же, где Тон впадает в ад на правом берегу, мы их похоронили. Мы, потому что я вызвалась рыть могилу. Странные это были похороны. Я впервые видела, как хоронят без гроба, ни на кладбище и даже не на берегу, а у самой кромки воды. Подняться выше конвайр не разрешил. Обе матери опустились на колени, опустили и положили рядышком сперва девочку, затем мальчика. Одним платком прикрыли лица, сверху, слоя цаки. Матери стояли, прижимая к груди свертки с застывшими скелетиками детей, и застывшими от отчаяния глазами смотрели в эту яму, в которую сразу же стала набираться вода. Восемь. В пределах Новосибирска и Фросиния Антоновна встретилась с другими малолетками, на этот раз с мальчиками. Их барак находился в той же зоне, но был отгорожен. Однако дети умудрялись выходить из барака в поисках пищи, практикуясь в краже, а при случае в грабеже. Можно себе представить, что такая программа воспитания позволяла выпускать из колонии уже многопытных преступников. Уже будучи в Норильске и попав в хирургическое отделение больницы, Ефросиния Антоновна видела следы совместного содержания и воспитания малолеток и рецидивистов. Две палаты бронировали для лечения сифилиса. Все больные были совсем еще мальчиками и должны были пройти хирургическое лечение заднего прохода, суженного зарубцевавшимися сифилитическими язвами 9. Воспитанию подвергались также молодые девушки и девочки. Вот строк из датированного 1951 год письма заключенной Е.Л.Владимировой, бывшего литературного работника газеты «Челябинский рабочий». Пребывание в советских лагерях калечило женщину не только физически, но и нравственно. Человеческое право, достоинство, гордость – все было уничтожено. В лагерях во всех банях работали мужчины-уголовники, баня для них – развлечения, они же производили сынобработку женщин и девочек, сопротивляющихся заставляли силой. До 1950 года везде в женских зонах в обслуге работали мужчины. Постепенно женщинам прививалось бесстыдство, становившееся одной из причин наблюдавшей со мной лагерной распущенности и проституции, которая получила широкое распространение. В поселке Вакханка была эпидемия венерических болезней среди заключенных вольных 10. В одной из тюрема.Солженицын находился рядом с детьми, которые уже получили воспитание от закоренелых преступников. В низкой полутьме, с молчным шорохом, на четвереньках, как крупные крысы, на нас со всех сторон крадутся малолетки. Это совсем еще мальчишки, даже есть по 12 годков, но кодекс принимает и таких. Они уже прошли по воровскому процессу и здесь теперь продолжают учебу у воров. Их напустили на нас. Они молча лезут на нас со всех сторон и в дюжину рук тянут и рвут у нас, из-под нас все наше добро. Мы в западне, нам не подняться, не пошевельнуться. Не прошло и минуты, как они вырвали мешочек с салом, сахаром и хлебом. Встав на ноги, я оборачиваюсь к старшему, к пахану. Крысы малолетки не крохи не положили себе в рот, у них дисциплина 11. Детей переправляли к месту заключения вместе с взрослыми. Ефросинья Кирсновская вспоминает. Смотрю на своих попутчиц. Малолетние преступники. Нет, пока еще дети. Девочки в среднем лет 13-14. Старшая, лет 15, производит впечатление уже действительно испорченной девчонки. Неудивительно, она уже побывала в детской исправительной колонии и ее уже на всю жизнь исправили. Девочки смотрят на свою старшую подругу с испугом и завистью. Они уже осуждены по закону о колосках. Попались на кражи кто горсти, а кто и пригоршни зерна. Все сироты или почти сироты. Отец на войне. Матери нет. Или угнаны на работу. Самая маленькая. Маня Петрова. Ей 11 лет. Отец убит. Мать умерла. Брата забрали в армию. Всем тяжело. Кому нужна сирота. Она нарвала лука. Не самого лука, а пера. Над нею с милостью велись. За расхищение дали не 10, а 1 год 12. Было это в пересылочной тюрьме Новосибирска. Там же Ефросинья Керсновская встретила много других малолеток, которые находились в одной камере вместе с уголовницами-рецидивистками. Грусти и испугу у них уже не было. Воспитание малолетних правонарушительниц было в надежных руках. О труде несовершеннолетних заключенных в Нарилаге было известно с 1936 года. Да это были в наших краях самые тяжелые, необустроенные, холодные и голодные годы. Все началось с приказа по Нарильскому строительству и ТЛНКВД номер 168 от 21 июля 1936 года о пребывающей рабочей силе и ее использовании. Точка-точка-точка-6. При использовании на общих работах заключенных малолеток в возрасте от 14 до 16 лет устанавливается 4-часовой рабочий день с 50% нормированием, из расчета 8-часового рабочего дня для полноценного рабочего. В возрасте от 16 до 17 лет устанавливается 6-часовой рабочий день с применением 80% норм полноценного рабочего, из расчета 8-часового рабочего дня. В остальное время малолетки должны быть использованы, на школьных занятиях по обучению грамоте не менее третьих часов ежедневно, а также в культурно-воспитательной работе 13. Однако изолировать детей от взрослых заключенных, как уже было сказано выше, начали лишь с 1940 года об этом свидетельствует упоминавшийся приказ по Норильскому исправительно-трудовому лагерю НКВД номер 68 от 4 февраля 1940 года об изоляции несовершеннолетних заключенных от взрослых и создании им вполне пригодных жилищных условий. К 1943 году малолетних лагерников заметно прибавилось. В приказе 13 августа 1943 года сказано, 1. Организовать при Норильском комбинате НКВД Норильскую трудовую колонию для несовершеннолетних, починенную непосредственно отделу НКВД по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью 14. Одна из зон для малолеток в Норильске находилась рядом с женской зоной. По воспоминаниям Ефросиния Керсновской, иногда эти малолетки устраивали групповые налеты на соседок, чтобы раздобыть дополнительное питание. Жертвой такого налета мальчишек 13-14 лет стала однажды Ефросиния Керсновская. Выручил охранник, поднял тревогу. О том, как жила и работала колония, свидетельствует объяснительная записка к отчету Норильской труд колонии за сентябрь-декабрь 1943 год. На 1 января 1944 года в колонии содержится 987 человек несовершеннолетних заключенных. Все они размещены в бараках и распределены на 8 воспитательных коллективов по 110-130 человек в каждом. Из-за отсутствия школы и клуба обучения АНЗ, несовершеннолетних заключенных, не проводилось. 2. Трудоиспользование Из 987 человек АНЗ используются на работе в цехах Норильского комбината до 350 человек. До 600 человек с момента организации колонии до конца года нигде не работали, и использовать их на каких-либо работах возможности не представлялось. Устроенные на работу в цехах Норильского комбината теоретического обучения не проходят, находятся вместе с взрослыми заключенными и вольно-наемными, что отражается на производственной дисциплине. Отсутствуют помещения, бани прачечной, складские, столовые, конторы, школы и клуба. Из транспорта имеется один лошадь, выделенная комбинатом, которая не обеспечивает нужд колонии. Хазинвинтарем колония не обеспечена 15. В 1944 году колония официально перестала существовать. Но политика партии, воспитывавшей детей по лагерям и тюрьмам, изменилась мало. Сохранились воспоминания бывших политзаключенных Нориль-Лага, которых и в 1946 году привозили на кораблях в Дудинку вместе с малолетками. Наш этап из Усой-Лага, было много малолеток, прибыл в Норильский лагерь в августе 1946 год доставили на борже вместе с японскими военнопленными, как сельдей в бочке, сухой паек, на три дня кило 650 хлеба и три селедки. Большинство из нас все съели сразу же. Воды не давали, конвойные объяснили, нечем зачерпнуть из-за борта, и мы лизали деревянную обшивку, свой пот. По дороге многие, умерли 16. Норильскую детскую колонию, как вспоминает Нина Михайловна Харченко, бывшая воспитательница, расформировали после бунта малолеток, для кого-то он закончился смертельным исходом. Часть детей перевели в лагерь для взрослых, а часть вывезли в Абакон. А почему случился бунт? Да потому что бараки напоминали скотные дворы. Жили впроголодь. В ГУЛАГе были и дома младенца, в том числе и на территории Нориль-Лага. Всего в 1951 году в этих домах находились 534 ребенка, из них умерли 59 детей 17. В 1952 году должны были появиться на свет 328 детей, и общая численность младенцев составила бы 803. Однако в документах 1952 год указано число 650. Иными словами, смертность была очень высокой – 18. Обитатели домов младенца Норильской направлялись в детские дома Красноярского края. В 1953 году, после Норильского восстания, 50 женщин с детьми были направлены в Азерлак 19. Дети находились не только непосредственно в Норильске. Был в нескольких десятках километров от поселка штрафной изолятор Каларгон. Там же и расстреливали. Начальник лагеря мог определить туда заключенного на срок до 6 месяцев. Дольше на штрафном пайке, видимо не могли протянуть. Отправлялись под шметиху, то есть на кладбище. В госпитале Е.А.Керсневская ухаживала за малолетним членовредителем из Каларгона. Попал он туда за страшное преступление, извзу самовольно вернулся домой, не выдержал голода. Сначала лесоповал, затем второе преступление, подделка талона на обет и лишняя порция баланды. Результат – Каларгон. А это наверняка смерть. Мальчик искусственно вызвал глубокую флегмуну правой ладони, введя в руку шприцом керосин. Это была возможность попасть в больницу. Однако как членовредителя его отправили с попутным конвоем обратно. Был в лагере ученик 7 класса латвийской гимназии. Ни имени, ни фамилии Керсновска не запомнила. Вина его заключалась в том, что он крикнул, «Да здравствует свободная Латвия!» В итоге, 10 лет лагерей. Ничего удивительного, что, очутившись в Норильске, он пришел в ужас и попытался бежать. Его поймали. Обычно беглецов убивали, а трупы выставляли на показ в лагоотделении. Но с этим мальчиком было несколько иначе. Когда его доставили в Норильск, он был в ужасном состоянии. Если бы его сразу привели в больницу, его еще можно было бы спасти. Но его бросили в тюрьму, предварительно избив. Когда он наконец попал в больницу, врачи оказались бессильны. Видимо, он получил хорошее воспитание, потому что за все, будь то укол, грелка или просто поправленная подушка, он чуть слышно благодарил «Мерси». Вскоре он умер. На вскрытии выяснилось, что желудок у бедного мальчика был, словно из кружев, он сам себя переварил. Были дети на так называемом Урановом полуострове, в Рыбаке, особом секретном лагере, который не был обозначен даже на специальных картах НКВД, видимо, в целях конспирации. Вспоминает L.D.Мирошников, бывший геолог НИИГА, 21-е управление МВД СССР. В спешном темпе к концу полярной ночи привели 500 заключенных. Никакого специального отбора перед их отправкой в секретный лагерь НКВД не проводили, поэтому среди каторжан Рыбака были даже подростки, рассказывают о некоем парне по имени Прохор, который попал в лагерь прямо со школьной скамьи, после драки с сыном секретаря райкома. Прохор досиживал пятилетний срок, когда его выдернули из лагеря и топировали на Рыбак-20. Прохору после отбытия своего пятилетнего срока не суждено было вернуться домой. Остаться в живых после работы на секретном объекте было невозможно. Часть заключенных умерли от лучевой болезни, а других по окончании работ погрузили на боржи и утопили. До сих пор неизвестна точная цифра умерших в Норильске детей. Никто не знает, сколько детей убил ГУЛАГ. Уже упоминавшаяся бывшая воспитательница Норильской детской колонии Н.М.Харченко, вспоминает, что было отведено место захоронения колонистов, а также взрослых заключенных, кладбище за кирпичным заводом, полкилометра от карьера 21. Кроме колоний, по всей России были детские дома. Туда устраивали всех детей, разлученных с родителями. Теоретически, отбыв срок, они имели право забрать своих сыновей и дочерей. На практике же матери часто не находили своих детей, а иногда они хотели или не могли взять их домой. Дома обычной не было, нередко не было и работы, зато существовала опасность скорого нового ареста. О том, как содержались дети врагов народа, можно судить по воспоминаниям очевидцев. Нина Матвеевна Висенг по национальности, голландка. Ее родители приехали в СССР по приглашению и через какое-то время были арестованы. Мы попали в детский дом в городе Богуча через какой-то детприемник. Я помню большое количество детей в странном помещении. Сера, сыра, нет окон, сводчатый потолок. Дет дом наш находился рядом то ли с тюрьмой, то ли с сумасшедшим домом и отделялся высоким деревянным забором со щелями. Мы любили наблюдать за странными людьми за забором, хотя нам это не разрешали. Летом нас вывозили за город на берег реки, где стояли два больших плетяных сарая с воротами вместо дверей. Крыша текла, потолков не было. В таком сарае помещалось очень много детских кроватей. Кормили нас на улице под навесом. В этом лагере мы впервые увидели своего отца и не узнали его. Убежали в спальню и спрятались под кроватью в самом дальнем углу. Отец приезжал к нам несколько дней подряд, брал нас на целый день для того, чтобы мы могли привыкнуть к нему. За это время я окончательно забыл о голландский язык. Была осень 1940 год и я с ужасом думаю, что было бы с нами, если бы отец не нашел нас. 22. Несчастные дети. Несчастные родители. У одних отняли прошлое, у других – будущее. У всех – человеческие права. По словам Солженицына, благодаря такой политике вырастали дети вполне очищенными от родительской скверной 23. А уж отец всех народов, товарищ Сталин позаботится о том, чтобы через несколько лет его воспитанники дружно скандировали «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство». Некоторым женщинам разрешали находиться в тюрьме с ребенком. В первые годы советской власти женщины могли попасть в заключение с ребенком или беременными. Статьей 109 Исправительно-трудового кодекса 1924 год было предусмотрено, что при приеме в исправительно-трудовые учреждения женщин, по их желанию, принимаются их грудные дети. Но не всегда эта статья соблюдалась. Беременные тут же, в лагере, рожали детей. Женщина всегда остается женщиной. Просто до безумия, до битья головой об стенку, до смерти хотелось любви, нежности, ласки. И хотелось ребенка, существа самого родного и близкого, за которое не жаль было бы отдать жизнь. Так объясняла свое состояние бывшая аузница ГУЛАГа Хава Волович, получившая 15 лет лагерей, когда ее шел 21 год, так и не узнав, за что 24. В случае рождения живого ребенка мать получала для новорожденного несколько метров портяночной ткани. Хотя новорожденный не считался заключенным, как это было гуманно, однако ему выписывался отдельный детский паек. Мамки, то есть кормящие матери, получали 400 граммов хлеба, 3 раза в день суп из черной капусты или из отрубей, иногда с рыбьими головами. От работы женщин освобождали только непосредственно перед родами. Днем матерей кот-конвоем провожали к детям для кормления. В некоторых лагерях матери оставались на ночь с детьми. Вот как описала жизнь новорожденных и маленьких детей ГУЛАГа Г.М.Иванова. Нянями в мамском бараке работали заключенные женщины, осужденные за бытовые преступления, имеющие своих детей. В 7 часов утра няньки делали побудку малышам. Тычками, пинками поднимали их из ненагретых постелей, для чистоты детей одеяльцами их не укрывали, а набрасывали их поверх кроваток. Толкая детей в спинки кулаками и осыпая грубой бранью, меняли распашонки, подмывали ледяной водой. А малыши даже плакать не смели. Они только кряхтели по-стариковски и гукали. Это страшное гуканье, целыми днями неслось из детских кроваток. Дети, которым полагалось уже сидеть или ползать, лежали на спинках, поджав ножки к животу, и издавали эти странные звуки, похожие на приглушенный голубиный стон. Выжить в таких условиях можно было только чудом 25. Е.А.Керсновской по просьбе молодой мамы, Веры Леонидовны, пришлось крестить в камере внука и правнука адмиралов Невельских, сделавших так много для России. Было это в лагере под Красноярском. Дед Веры Леонидовны, Геннадий Иванович Невельской, 1813-1876 год ГГ, исследователь Дальнего Востока, адмирал. Он исследовал и описал берега в районе Сахалина, открыл пролив, соединяющий южную часть татарского пролива с Амурским лимоном, пролив Невельского, установил, что Сахалин является островом. Дальнейшая судьба его внучки и правнука неизвестны. Однако известно, что в 1936-1937 годах пребывание детей в лагерях было признано фактором, понижающим дисциплину и производительность заключенных женщин. Секретные инструкции НКВД СССР срок пребывания ребенка с матерью снизили до 12 месяцев. В 1934 году он составлял 4 года, позже – 2 года. Дети, достигшие годовалого возраста, отправлялись в принудительном порядке в детдома, о чем делалась пометка в личном деле матери, однако без указания адреса, Вера Леонидовна об этом еще не знала. Принудительные отправки лагерных детей планируются и проводятся, как настоящие военные операции, так, чтобы противник был захвачен врасплох. Чаще всего это происходит глубокой ночью, но редко удается избежать душераздирающих сцен, когда ошалелые мамки бросаются на надзирателей, на колючую проволоку заграждения. Зона долго сотрясается от воплей 26-ти. Встречались среди жителей ГУЛАГа дети блокадного Ленинграда. Их вспоминает Е.А.Керсновская. Эти дистрофики, совсем еще дети, им 15-16 лет. Тома Васильева и Вера. Они вместе со взрослыми рыли противотанковые рвы. Во время воздушного налета, бросились в лес. Когда страх прошел, огляделись. Вместе с другими девочками пошли в город. И вдруг, немцы. Девочки повалились на землю, закричали. Немцы успокоили, дали шоколад, вкусное лимонное печенье. Когда отпускали, сказали, через 3 километра, поле, а на нем полевая кухня, поторапливайтесь. Девочки убежали. На свою беду все рассказали солдатам. Им этого не простили. Жутко было смотреть на этих истощенных до предела детей 27. Были в ГУЛАГе испанские дети. О них поведал Павел Владимирович Чебуркин, тоже бывший заключенный. Чебуркин вспоминал, как в 1938 году в Норилак привезли молодого испанца, отнятого у родителей. Хуана перекрестили в Ивана, да и фамилию переделали на русский манер. Стал испанец Иваном Мандраковым. Когда гражданская война в Испании закончилась с победой Франка, республиканцы стали покидать родину. Несколько пароходов с испанцами прибыли в Одессу. Последнему из них пришлось долго стоять на рейде, то ли закончились отведенные для приезжих места распределения по Союзу, то ли братская республиканская солидарность иссякла. Как бы то ни было, когда несчастных привезли в Норильск, многие из них от лагерного гостеприимства умерли. Хуан, перекрещенный в Ивана Мандракова, по возрасту попал сначала в воспитательный дом, откуда бежал. Он стал обычным беспризорником, воровал на базаре еду. Его определили в Норильлак, откуда уже было не сбежать 28. О детях испанских республиканцев пишет Иа.Солженицын. Испанские дети, те самые, которые вывезены были во время гражданской войны, но стали взрослыми после Второй мировой. Воспитанные в наших интернатах, они одинаково очень плохо сращивались с нашей жизнью. Многие порывались домой. Их объявляли социально опасными и отправляли в тюрьму, особенно настойчивым. 58, часть 6, шпионаж в пользу. Америке 29. Таких проворных детей, которые успевали схватить 58-ю статью, было немало. Гелий Павлов получил ее в 12 лет. По 58-й вообще никакого возрастного минимума не существовало. Доктор Усма знал 6-летнего мальчика, сидевшего в колонии по 58-й статье. Уж это очевидный рекорд 30. ГУЛАГ принял 16-летнюю Галину Антонову-Овсиенко, дочь Палпреда СССР в республиканской Испании. В 12 лет ее направили в детдом, где находились дети репрессированных в 1937-1938 годах. Мать Галина умерла в тюрьме, отца и брат расстреляли. Рассказ Г.Антонову-Овсиенко воспроизводит А.Солженицын. В этот детдом присылали также трудновоспитуемых подростков, слабоумных и малолетних преступников. Мы ждали, вот исполнится 16 лет, дадут паспорта и пойдем в ремесленные училища. А оказалось, перевели в тюрьму. Я была ребенком, я имела право на детство. А так, кто я? Сирота, у которой отобрали живых родителей. Преступница, которая не совершала преступления. Детство прошло в тюрьме, юность тоже. На днях не пойдет 20-й год 31. Дальнейшая судьба этой девушки неизвестна. Стали обитателями ГУЛАГа и дети спецпереселенцев. В 1941 году нашей собеседнице Марии Карловне Батищевой было 4 года. В этом возрасте ребенок обычно себя не помнит. Но маленькая Маша запомнила трагическую ночь на всю жизнь. Всех жителей сгоняли, как скот, в одно место, крики, плач, рев животных, и гроза. Она время от времени освещала тот ужас, что творился в центре села. В чем была их вина? Все они были немцами, а значит, автоматически становились врагами народа. Затем долгая дорога в Казахстан. Как вы жили в Казахстане, Мария Карловна не помнит. Но жизнь в спецпоселении описывает книга ГУЛАГ. Его строители, обитатели и герои. Смертность среди детей была огромной. Общими сведениями мы не располагаем. Однако множество частных примеров раскрывает эту страшную картину. В Наволилинском районе. Например, за 1931 год родилось 87, а умерло 347 детей. В Гаринском за два месяца родилось 32, а умерло 73 ребенка. В Перми на комбинате за два месяца. Август-сентябрь умерло почти 30% всех детей. В связи с высокой смертностью возросла и беспризорность. Практические сведения о беспризорных детях в первые годы существования Кулацкой ссылки в централизованном порядке не фиксировались. В первые полтора года ссылки вопрос об образовании детей из числа переселенцев практически не решался и отодвигался на второй план. На фоне этого происходило падение морали среди спецпереселенцев, отказ от многих традиций, поощрение доносов и так далее. Спецпереселенцы практически лишались гражданских прав 32. Мария Карловна с гордостью рассказывает о том, что ее деть был участником Первой мировой войны, получил ранения. В госпитале за ним ухаживала одна из цесаревин, дочерей императора. Она подарила деду Библию. Эта реликвия хранится теперь у брата, в Германии. Вернувшись на фронт, дед храбро сражался, за что и получил из рук Николая Второго именные часы. Его наш родили двумя георгиевскими крестами. Все это долго лежало на дне сундука. Мария же, внучка георгиевского кавалера, на целых 16 лет стала дочерью врага народа. Вплоть до 20 лет ее изгоняли отовсюду, из школы, из училища. Косо смотрели, называли фашисткой. В паспорте стояло клеймо, спецпереселенка. Мария, измученная непрекращающимися гонениями, однажды, уже в Норильске, бросила в костер ненавистный паспорт. Мария, надеясь таким способом, избавиться от отметки о гражданской неполноценности. Заявив о потере паспорта, она со страхом ждала приглашения в отдел. Она выдержала все, что кричал ей представитель власти, главное, чтобы не было клейма. Всю дорогу домой она проплакала. Прижимая к груди новый паспорт, Мария боялась заглянуть в новый документ. И только дома, осторожно открыв паспорт и не увидев там страницы с клеймом, спокойно вздохнула. Мария Карловна Батищева до сих пор живет в Норильске, воспитывает правнука и с удовольствием откликается на приглашение школьников рассказать о себе в День памяти жертв политических репрессий. Судьба Марии Карловны схожа с судьбой другой женщины, Анны Ивановны Щепиловой. Моего отца арестовывали дважды, в 1937 году мне было уже 6 лет. После ареста отца начались наши хождения по мукам. В деревне нам не давали ни жить, ни учиться, считая детьми врагов народа. Когда я стала подростком, меня посылали на самые тяжелые работы в лес, пилить дрова наравне с взрослыми мужчинами. Со мной даже сверстники не дружили, я вынуждена была уехать, но и там меня нигде не брали на работу. Вся жизнь прошла в страхе и муках. Теперь нет ни сил, ни здоровья восклицательный знак 33. Были у ГУЛАГа и другие дети, те, что жили рядом с заключенными, но все же дома, хотя домом чаще всего была обрачная коморка, учились в обычной школе. Это дети так называемых вольняшек, вольнонаемных. Тамара Викторовна Пичугина в 1950 году была ученицей первого класса Норильской средней школы номер 3. Мы были обыкновенные непоседливые дети, любили прыгать в снег с крыш, кататься с горки, играть в дом. Однажды я, Ларисия и Алла играли рядом с платформой. Решив обустроить свое будущее жилище, мы начали очищать платформу от снега. Вскоре мы наткнулись на два трупа. Замерзшие люди были без валенок, но в телогрейках с номерами. Мы тут же побежали в ПРБ, производственно-рабочий блок. Этот блок мы хорошо знали, там были наши заключенные. Дядя Миша, дядя Коля. Забрали эти трупы, что было дальше, я не знаю. Вообще к заключенным мы относились как к обычным людям, не боялись их. В течение двух зим, например, после уроков мы бегали в свой блок ПРБ. Забежим бывало, а там тепло, печка из бочки, охранник с винтовкой спит. Наши дяди там грелись, обычно пили чай. Так вот, дядя Миша поможет валенки снять, рукавички у печки сушиться положит, стряхнет шаль и усадит нас за стол. Обогревшись, мы начинали рассказывать домашнее задание. Каждый из них отвечал за какой-нибудь предмет. Поправляют нас, добавляют, рассказывали так интересно. Проверив уроки, они давали каждый из нас по 2 рубля 25 копейка на пирожное. Мы бежали в ларек и наслаждались сладостями. Я теперь только понимаю, что, наверное, наши дяди были преподавателями, учеными, в общем, очень образованными людьми, возможно, они видели в нас своих собственных детей и внуков, с которыми их разлучили. Столько отцовского тепла и нежности было в их отношениях к нам 34-м, вспоминает Алевтина Щербакова, норильская поэтесса. В 1950 году она также была первоклассницей. Заключенные женщины, работавшие на штукатуривании уже выстроенных домов на улице Севастопольской, были из Прибалтики. Необыкновенные прически с буклями и валиками над лбом делали их в детских глазах нездешними красавицами. Женщины и дети в любых условиях неотделимы друг от друга, и охрана часто в прямом смысле закрывала глаза. Когда невольницы зазвали детей, чтобы просто поговорить с ними, приласкать. И один бог знает, что в этот момент творилось в их сердцах и душах. Дети приносили хлеб, а женщины дарили им сохранившиеся бусинки или необычные пуговички. Алька знала, чем заканчивались такие встречи. Красавицы плакали, мама не поощряла этого общения. Мало ли что, но особенно и не запрещала 35. Случалось, что на глазах у детей разыгрывались самые настоящие трагедии. Свидетельницей таких трагедий не однажды была маленькая Тамарочка, Тамара Викторовна Пичугина. Мы жили по улице Горной, блок номер 96. За питьевой водой нужно было идти к колонке. Рядом с нашим блоком были два логоотделения, пятое и седьмое. Так вот, стою я в очереди за водой и, как обычно, глазею по сторонам. В это время со стороны зоны из бани вышел мужчина в одних трусах, встал на перила и как прыгнет на колючую проволоку, все тело себе ободрал. Тот с вышки охранник выстрелил и попал мужчине в бедро, затем в охровцы выскочили, наручники раненому надели и повели в лагерь. Я не помню, чтобы меня эта картина сильно потрясла, помню, что мне дядю этого было жалко, наверное, ему очень холодно, подумала я. Другой случай. Вижу как сейчас, зимой идет колонна заключенных, и вдруг из ее рядов выходит человек, раздевается до кольцон или до трусов и садится, съежившись прямо у дороги. Его не поднимали, с ним оставался один охранник, вся же колонна спокойно шла дальше. Затем приходило подкрепление, и его уводили в другое логоотделение. Мы хорошо знали, этого человека проиграли в карты. Но рассказывали, что бывало, что никто так и не уводил таких бедолаг, они оставались у дороги и сидели, пока не замерзнут. Когда их заносило снегом, образовывались бугарки, вот эти-то бугарки иногда находили дети и откатывались дороги 36-ти. Воспоминаниями делится М.М.Каратаева, Барун. В школе был объявлен праздничный концерт. Обещали музыкальный театр, М.У.И. Конечно, наша школьная самодеятельность. Но мы ждали артистов. Волновались, надели свои лучшие наряды, зал был переполнен. За закрытым занавесом настраивались инструменты, что-то двигали, приколачивали. Мы терпеливо ждали, замирает счастье. И наконец занавес открылся. Сцена сияла, светилась, блестела огнями, цветами, какими-то чудесными украшениями. Мы, замерев, слушали отрывки из оперед, опер, сценки из спектаклей. Артистки были в великолепных платьях, в прическах, с красивыми украшениями. Мужчины, в черных костюмах, в белоснежных рубашках с бабочками. Все красивое, веселое. Оркестр небольшой, но очень хороший. В заключение их концерта мы вместе с артистами спели наш любимый енисейский вальс. Очень не хотелось отпускать артистов, и мы хлопали, хлопали. И нашу самодеятельность как-то уже не хотелось смотреть. Решили вдруг бежать, посмотреть на артистов вблизи, проводить их хотя бы издали. Пробежав по коридору второго этажа, затем первого, мы услышали голоса в одном из классов и поняли, что там они, артисты. Тихо, на цыпочках, подкрались мы к двери, которая была чуть-чуть приоткрыта. Первой заглянула Нина Пономаренко, и вдруг отпрянула, прошептав с ужасом, это не артисты, это, зайки. Следом заглянула я и тоже не поверила своим глазам, въедком, густом махарочном дым увидела фигуры людей, сидевших на партах, расхаживающих по классу, и это действительно были зайки. Мы знали их, они чистили дороги, откапывали дома после пурги, строили дома, долбили землю, все одинаковые, в серых телогрейках, в серых шапках-ушанках, с недобрыми глазами. Мы боялись их. Так зачем они здесь, что делают? И тут я увидела нечто, что сразу отрезвило, мешки, ящики, из которых виднелось что-то яркое, красивое. Да это же костюмы, инструменты наших артистов. Это, они, они. Растерявшиеся, испуганные, стояли мы у двери, пока не услышали голоса в коридоре, кто-то шел к классу. Мы бросились прочь, и увидели, как серые фигуры выходили, выносили костюмы и шли к выходу. Не было женщин, мужчин, все одинаково серые, унылые, молчаливые. У школы стояла серая крытая грузовая машина, куда люди погрузились и уехали. Мы поняли, зону. А мы все стояли, не в силах осознать виденное, понятое. В головах недоуменный вопрос, ну зачем так? Почему? В зал мы не вернулись, не могли. Когда уже сейчас я пою инисейский вальс, всегда вспоминаю тот далекий концерт и трагедию души, пережитую нами, детьми 37. Мы попытались взглянуть на жизнь детей, которых затянуло в лагерный водоворот. Конечно, так жили не все советские дети, но очень многие. И дело здесь не в количественных показателях, не в процентах. Конечно, у кого-то в сталинском СССР детство и впрямь было счастливым, хотя вряд ли за это следовало благодарить вождя. На воле дети отправлялись в походы, пели песни у костра, отдыхали в пионерских лагерях, а не в иных. Для них сочиняли массу прекрасных песен, их любили родители, они носили красивые туфельки. Но мы не должны забывать и о тех детях, которых партийные судьи приговаривали к трем, пяти, восьми и десяти, двадцати пяти годам лагерей, к расстрелу. Они рождались на полу грязных вагонов телятников, умирали в трюмах переполненных барж, сходили с ума в детских домах. Они жили в условиях, которых не выдерживали устоявшиеся мужественные люди. Малолетки, писал Солженицын, были воровские пионеры, они усваивали заветы старших. Старшие охотно руководили и мировоззрением малолеток и их тренировками в воровстве. Учиться у них, заманчиво, не учиться, невозможно 38. Сталинские законы о малолетках просуществовали 20 лет, до указа от 24 апреля 54 года, чуть послабившего, освободившего тех малолеток, кто отбыл больше одной трети первого срока, а если их пять, десять, четырнадцать, тридцать девять. То, что происходило в ГУЛАГе, это детоубийство в прямом смысле слова. До сих пор не открыты все архивы. Но и тогда, когда их откроют, мы узнаем из документов не о всех трагических детских судьбах. Что-то, конечно, можно восстановить и по воспоминаниям очевидцев, но их, увы, осталось не так уж много. Вряд ли получится описать судьбу каждого, кто подвергся репрессиям, каждого ребенка, которого лишили отца и матери, каждого, кто скитался беспризорником по стране, всех умерших от голода, от непосильного труда в лагерях, от отсутствия лекарств и ухода в детских домах, от холода в эшелонах спецпереселенцев. Но следует сделать все возможное, чтобы страшные страницы нашей истории были заполнены не только вопросительными знаками, но и свидетельствами. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило, спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.